Самое главное, от чего вы должны оттолкнуться, что боговость, абсолютность, истинная природа бытия, она неделима, да? И, соответственно, вы имеете всегда по принципу резонанса какое-то отражение. Я бы сказала так, что тот образ, которым вы обрастаете с детства, сначала в отношении себя, а потом уже в отношении желаемого партнера, этот образ своего рода как фильтр, как призма. И вы всегда идете взаимодействовать через эту призму, это как некие очки. И я, по-моему, даже в каком-то опосте писала, что счастье заключается в том, чтобы уметь вовремя обнаружить эти очки розовые, да, и уметь, как говорится, их отпустить. Если человек это не отпускает, а мы как раз сегодня обязательно разберем ваши ответы, и как раз они очень интересно и показывают вот эту призму, которую вполне возможно кто-то заметил, кто-то не заметил. Соответственно, нет никаких мужчин с Марса, нет никаких женщин с Венеры, потому что вообще, в принципе, всю тему космоса, конечно, брать не будем. Есть матричные правила. Да, согласна, не учитывать их нельзя, но и заиграться в них тоже не стоит. Теперь смотрите, встретить партнера, да, встретить принца. Замечайте, что здесь присутствует поиск, да, есть какая-то идея, образ, поиск, то есть такой позыв, да, есть, естественно, ожидание. И вот этот сам поиск, он на самом деле, мы солене этого поиска, ожидания, переживания, как ни странно в данной реальности, она является преградой. То есть, я не говорю, что надо кидаться в другую сторону и говорить, нет, я не буду больше ничего искать. Это, как говорится, та же скульптура, только вид сбоку. Попытка искать, попытка не искать, это, естественно, делатель, и это то, что человека обуславливает. Важно, в первую очередь, чтобы вы обнаружили, что такое, кто такое вы, каково вам самим собой. И получается, что принцу нужна принцесса.